Музычи Christmas Art Fair по мотивам ярмарок современного искусства. То есть это не ярмарка и не выставка в классическом понимании этих слов. От выставки это событие имеет то, что все объекты, которые будут представлены, можно будет увидеть на протяжении всего периода действия ярмарки. С самого начала до самого конца. От ярмарки то, что можно будет что-то приобрести. Но если ты это приобретаешь, ты его сразу не можешь забрать. Мы клеим определенные меточки, как это принято в ярмарках классического образца. Мы клеим красную, если она приобретена. Но работа остается до конца действия события, чтобы каждый в первую очередь мог увидеть. Меточки будут не только красные и зеленые, как это обычно бывает, а красная, как вы знаете, это купленная работа, зеленая это зарезервированная. У нас будут еще белые и фиолетовые. И вот белых будет означать то, что я запомню навсегда работу, и ее будет клеить сам посетитель. Это не наша работа. Мы клеим зеленые и красные. И также у посетителя будет такой выбор, как фиолетовая. Не понял. Это такой большой шаг на встречу к зрителю, может быть, к будущему коллекционеру. Такого понятия, в принципе, в Украине не так много сейчас. В Днепропетровске это вообще нам известен только один коллекционер современного искусства. И мы это делаем, вот такое событие, в рамках которого мы также будем много общаться. Все это время куратор Левтина Кахидзе, которая, в общем-то, организатор, и идейный организатор этого мероприятия, она тоже будет здесь находиться. Мы будем общаться с каждым посетителем. Мы также задумали некую образовательную программу, и фильмы о художниках, и некоторые тексты, которые мы специально готовим, адаптированные по, допустим, иностранные, но адаптированные под Украину, переведенные по поводу коллекционирования. Максимальная цена будет 500 гривен. Но будут объекты и дешевле, это только потолочное. Будет порядка, наверное, 30 авторов. Авторы со всей Украины, и в этот раз мы привлекли Днепропетровских, потому что подобное событие уже было в прошлом году. Левтина проводила его в своей резиденции в Музычах, это под Киевом. Из Днепропетровцев вот Александр Король, с которым мы уже неоднократно работали, будет представлен, я думаю, что и Тимофей Строганов, возможно, Данил Галкин, возможно, Илья Пруненко. И это те авторы, с которыми мы так или иначе уже пересекались, но также мы привлекли и авторов, с которыми мы не работали. И, возможно, они тоже подготовят, мы им все рассказали, они сейчас думают, думают, что бы им такого интересного предложить. На самом деле, даже не основное направление, здесь какие-то объекты классические, потому что, скорее всего, и таких два основных момента, которые мы выделяем, это будет видео, которое, в принципе, еще не совсем есть такое вообще понятие, как приобрести видео, но мы-то все знаем, что можно приобрести перформанс, можно приобрести что-то нематериальное. И видео, в частности, можно будет просто просматривать в галерее, можно будет приобрести на флешке. А потом, если оно уже, ты его изучила, и тебе уже понятна эта идея, она тебе не нужна, ты удалишь и будешь использовать флешку. Это все шаг навстречу потребителю. Даты 17-22 декабря. С 12 до 8 вечера работает ярмарка-выставка. И, в общем-то, открыта абсолютно для всех. Если в Киеве проходит арт-киев-контемпораре, ярмарка современного искусства, то вход стоит 50 гривен, вне зависимости от того, приобретешь ты или нет, хочешь ты просто познакомиться с работами. У нас вход свободный, как всегда, и мы, в первую очередь, открыты к коммуникации, к знакомству, к общению. В Днепропетровске, в принципе, не было до сих пор ярмарок современного искусства. И сейчас она из села Музычи едет в город Днепропетровск. То есть даже не наоборот.